Сегодня у нас очередное заседание, 54 вопроса, всем понятно, что, наверное, будет 20 рассмотренных. Ну, наверное, всех интересует самый интенсивный процесс, который идет по поводу внесения поправок. Вчера в 18 часов завершила свою работу над поправками КПРФ наша фракционная комиссия, возглавляемая Юрием Вячеславовичем Афониным. И сегодня мы сдали в комитет все поправки, сейчас он представит их. Один из самых главных процессов, который сейчас происходит, это предложение в Конституцию Российской Федерации. Коммунистическая партия с самого начала заявила о необходимости серьезной конституционной реформы. Мы получили со всей стороны множество предложений, активно включились в конституционный процесс наши фракции КПРФ законодательных собраниях субъектов Российской Федерации. И на основании тех предложений, которые идут от народа, мы сформулировали свои ключевые предложения. Они были обозначены в выступлении Геннадия Андреевича Зюганова, 15 основных положений, которые должны, по нашему мнению, быть внесены в Конституцию Российской Федерации. Ключевое значение мы отдаем тем положениям, которые касаются социальной политики, жизни большинства наших граждан. Это вопросы пенсионного обеспечения, минимальной заработной платы, которая должна быть выше, чем прожиточный минимум и реальной, на которой можно жить. Мы говорим о необходимости повышения уровня стипендий, социальных выплат. Один из ключевых вопросов, который волнует население, это то, чтобы недра, наши природные ресурсы, земля работала в интересах народа. Мы вчера обсудили поправки и, как Николай Васильевич сказал, внесли их на заседание Государственной Думы. Причем я хотел бы отметить, что это не только 15 ключевых положений, принятия которых мы будем добиваться. Это еще целый ряд предложений, которые касаются устройства государства. Мы считаем о необходимости проведения уже после окончания конституционного процесса серьезных преобразований в ряде сфер. В первую очередь это должно касаться и государственных органов, это должно касаться и судебной системы. Кстати, вчера прошел совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. И на этом совещании председатель Верховного суда Лебедев заговорил о необходимости судебной реформы. Мы на этой судебной реформе настаиваем. Наши предложения в Конституцию тоже обозначены. О необходимости выборности судей. И, кстати, Лебедев вчера говорил как раз о более широком расширении Института народных заседателей, судебных следователей, что может привести к серьезным изменениям. Но мы считаем, что апрельским голосованием конституционный процесс не должен быть остановлен. Ключевые изменения должны коснуться первых и вторых глав Конституции. Поэтому наша рабочая группа КПРФ, она не прекращает свою работу. Мы 20-го числа здесь, в стенах Государственной Думы, проведем широкий круглый стол, на котором обсудим не только предложения в Конституцию, но и реформирование всего законодательства Российской Федерации, которое потребуется после принятия поправок. И, конечно, главная задача, которая будет стоять перед фракцией, это разработка и внесение в Государственную Думу закона о Конституционном Собрании, который после принятия следующим шагом должно стать проведение общенародного референдума по поправкам в Конституцию. Средства массовой информации задают вопросы о позиции нашей фракции по голосованию во втором чтении. Нам необходимо сейчас пройти это обсуждение, но окончательное решение будет принимать Президиум Центрального Комитета нашей партии, исходя из мнения граждан нашей страны, мнения партийных организаций и позиции депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе. Вчера состоялось три принципиально важных события с точки зрения определения подходов Коммунистической партии Российской Федерации к конституционной реформе. Во-первых, в агентстве «Интерфакс» руководство КПРФ о главе с Гнадьевичем Зюгановым провело пресс-конференцию, где подробно изложило свои подходы и свою позицию. Во-вторых, наши товарищи на местах приступили к распространению специального выпуска газеты «Правда», где как раз изложены наши ключевые подходы и те 15 позиций, на которых мы наставим прежде всего при внесении поправок в Конституцию. Ну и, наконец, Николай Васильевич Коломейцев, как координатор нашей фракции, завершил среди депутатского корпуса КПРФ Государственной Думы сбор подписей перед нашим официальным внесением тех поправок, на которых мы будем настаивать. Я хотел бы, не прибегая к изложению юридических формулировок, изложить политическое содержание тех 15 позиций, которые КПРФ предлагает предусмотреть при ремонте Конституции. Предлагаем мы, первое, предусмотреть государство, образующее роль русского народа в семье равноправных народов России, второе, принадлежность народу природных недр, третье, возраст выхода на пенсию 60 для мужчин, 65 для женщин, 55 для женщин, конечно. Четвертое, индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий на величину индекса роста потребительских цен. Пятое, минимальный размер зарплат и пенсии не ниже реального, подчеркиваем, реального прожиточного минимума. Шестое, платежи за услуги ЖКХ не выше 10% от дохода семьи. Седьмое, контроль за работой чиновников, закрепление понятий в Конституции, парламентский запрос, парламентское расследование. Восьмое, право парламента решать вопрос о доверии и недоверии правительству, его министрам, вице-премьерам, руководителям федеральных органов исполнительной власти. Девятое, выборность Совета Федерации, губернаторов и мэров населением, прямым тайным голосованием, без каких-либо фильтров. Десятое, независимость судебной власти, выборность мировых, районных и городских судей. Одиннадцатое, строгое наказание за фальсификацию итогов голосования, как за посягательство на основы конституционного строя страны. Двенадцатое, определение задачами Банка России, экономический рост и повышение благосостояния граждан. Тринадцатое, право местного самоуправления на такую долю налоговых доходов, которые гарантируют исполнение его полномочий. Четырнадцатое, глубокое реформирование Конституции в интересах народа, формирование Конституционного собрания. Пятнадцатое, принятие нового закона о референдуме, утверждение референдумом по праву в Конституцию. Эти позиции мы считаем наиболее принципиальными. Считаем также крайне важным как созыв Конституционного собрания, так и принятие изменений в Конституции на полноценном референдуме. Считаем подмену референдума неким общенациональным вопросом не соответствующим уровню и статусу Конституции тех изменений, которые сегодня обсуждаются. И само обсуждение, на наш взгляд, требует большего периода времени. Лихорадка и гонка здесь неуместны. В этой связи назначение дня голосования, а такие утечки есть, на день рождения Владимира Ильича Ленина, считаем вряд ли соответствующим как самой дате, все-таки будет отмечаться 150-летие со дня основания советского государства, так и сам период времени считаем слишком коротким. Наша оппозиция, Юрий Вячеславович об этом сказал, по голосованию относительно поправок Конституции во втором чтении будет напрямую зависеть от того, насколько наши предложения, наши поправки будут учтены. Сами поправки, которые КПРФ вносит, предлагает своим коллегам по фракциям, полностью соответствуют нашей программе, с которой мы шли на выборы. Это еще раз подчеркивает, что КПРФ является партией, которая не забывает о своих предвыборных обещаниях на следующий день после дня голосования, в отличие от некоторых остальных. Вот наша программа «10 шагов к достойной жизни», с которой мы шли на выборы в парламент, на выборы в Государственную Думу. По 10 шагам, которые здесь предложены, если проанализировать, то вы увидите, что наши поправки отражают 6 из этих 10 шагов и полностью соответствуют нашей позиции, которая получила доверие на последних парламентских выборах. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, хотелось бы добавить, что нам при сборе подписей под нашими поправками Конституции очень много поступает вопросов и недоумений по поводу уже с нашей точки зрения, с позиции избирателей, вопросов, которые изменяют концепцию внесенных президентов. Ну, это прежде всего переделывание статей Конституции по поводу назначения и подотчетности прокуратуры. Второе. Нам непонятна возня вокруг отнятия у Думы вопросов взаимодействия со счетной палатой и передачи ее утверждения председателя Совета Федерации. Никаким образом, если вы почитаете действующую Конституцию и поправки, ну, это не вяжется. С одной стороны, говорят о парламентском контроле, об усилении контроля за работой правительства, но я вам напомню, что счетная палата в соответствии с федеральным конституционным законом как раз и является главным инструментом Государственной Думы и Федерального Собрания по контролю как раз за использованием бюджетных средств и так называемых НАС-проектов. Ну и, конечно же, мы убеждены, что изменения в Конституцию нельзя вносить с колоссальным поправением конституционных норм, потому что это возмущает не только нас, но и избирателей. Поэтому, как сказали мои коллеги, мы обязательно и на президиуме Центрального комитета, и на фракции после рассмотрения в комитете наших поправок примем решение о нашем голосовании. Спасибо. Уважаемые коллеги, еще очень важный вопрос. Говоря об изменениях в Конституцию, мы должны требовать с органов государственной власти строго соблюдать и Конституцию Российской Федерации, и федеральные законы. К сожалению, в этом плане есть большая проблема, и к нам в фракцию приходит много обращений от граждан о несоблюдении их прав, которые заложены в действующем законодательстве. К сожалению, наша партия за последнее время серьезно столкнулась с тем, что в отношении наших активистов, наших сторонников, знаковых людей для НПС, происходит на них серьезное давление. Мы говорим о том, что продолжается атака на совхоз имени Ленина Павла Николаевича Грудинина. Мы видим, что в целом ряде регионов, в частности в Ульяновской области, в городе Димитровграде, идет попытка по надуманным предлогам лишить статуса депутатов наших товарищей, которые представляют КПРФ. Идет судилище над комсомольцами в Санкт-Петербурге, на Камчатке, идет преследование нашего депутата в Пермском крае. Мы защищаем и будем защищать своих товарищей. Но, кстати, эти события, к сожалению, затронули соседние государства, в частности Приднестровскую Молдавскую республику. Там уже на протяжении долгого времени под стражей находится, по совершенно надуманному поводу, первый секретарь КПРФ Олег Харжан. Мы обращаемся и к преднестровским властям, и к российским властям, оказать давление на неправосудное решение. И считаем, что сейчас Олег Харжан, учитывая его тяжелое состояние здоровья, должен быть выпущен на свободу. Ну, а в этой республике, все-таки, с точки зрения политического равновесия, должна быть полностью восстановлена настоящая работа коммунистической партии, которая подвергается серьезному давлению. Уважаемые коллеги, невозможно не отметить и тот факт, что сегодня здесь, в Государственной Думе, проходит принципиально важный круглый стол, инициированный нашей фракцией. Круглый стол о той ситуации, которая складывается сегодня в сфере гарантии иностранным студентам для получения образования в Российской Федерации. Дело дошло до того, что саботируется не только оппозиция Государственной Думы, неоднократно выраженная в разных документах, но и прямые поручения президента, хотя, казалось бы, Министерство финансов работает в жесткой системе исполнительной власти. Мы считаем, что примеры такого саботажа должны быть преодолены, квоты должны быть серьезно увеличены, без этого все разговоры про поддержку русского мира останутся пустым звуком. Таким же пустым звуком останутся все эти разговоры, и в том случае, если такие наши товарищи, сторонники русского мира, сторонники братских отношений с Россией, как Олег Харжан, будут подвергаться жесточайшему, ничем не в основном давлению. Здесь вопрос и о том, как выглядел позорный судебный процесс над депутатом, вообще так говоря, парламента Приднестровья, и речь идет о том, что сегодня он находится в тяжелом состоянии, здоровье его под угрозой, и мы именно поэтому еще раз возвращаемся к этой теме и требуем от приднестровских властей признать свои прежние ошибки и дать возможность человеку получить свободу и получить нормальное лечение. Редактор субтитров А.Семкин